На расширенном собрании актива области обсуждены первоочередные задачи, вытекающие из послания президента «Конструктивный общественный диалог. Основа стабильности и процветания Казахстана». В работе актива приняли участие государственный инспектор администрации президента Улан Саркулов, депутаты Маслихатов, руководители всех ведомств, ветераны, представители общественного совета, политических партий, институтов гражданского общества и средств массовой информации. Как известно в своем первом послании, народу Казахстана глава государства поручил правительству, министерствам Акимам обеспечить достижение высоких результатов развития экономики страны. К 2025 году повысить ежегодный стабильный рост ВВП до 5% и выше. Среди главных задач – отказ от ресурсного менталитета и диверсификации экономики, повышение производительности труда, развитие инноваций, внедрение искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, что необходимо учесть ошибки и недостатки, допущенные при реализации третьей пятилетки индустриализации. В рамках первой и второй пятилетки программы индустриализации в регионе реализовано 24 проекта на 150 миллиардов тенге, создано 1,6 тысяч рабочих мест. В результате доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленного производства увеличилось с 4,3% в 2010 году до 12,6% в 2018 году, то есть в три раза. Объем несырьевого экспорта за последние три года вырос в три раза. В рамках второй пятилетки запущены 7 проектов из 28. До конца года начнут работу еще 4 проекта. Другая не менее важная задача – привлечение прямых иностранных инвестиций. В этой связи в области реализуется специально разработанный план мероприятий. С 2016 года работает Совет по улучшению инвестиционного климата. Особое внимание в послании уделено развитию микро- и малого бизнеса. Со следующего года он освобождается от налога на доход и вводится в трехлетний мораторий на проверки. Кроме того, в рамках дорожной карты бизнеса в предстоящие три года президент страны поручил дополнительно выделить 250 миллиардов тенге, активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты, создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малобеспечных семей. Особый акцент в послании сделан на модернизации системы подготовки востребованных кадров. Она должна строиться на основе анализа рынка труда, спроса. В этом направлении в регионе уже есть хороший задел. Так ведется подготовка кадров на базе ведущих российских вузов. Как известно, в последние три года 97% казлардинских выпускников выступают в университеты и колледжи. В настоящее время для обеспечения экономики области квалифицированными кадрами государственный образовательный заказ ориентирован на потребности региона специалистов. В результате в 2019-2020 учебном году открыты 22 новые специальности. В соответствии с балансом трудовых ресурсов области необходимо активизировать работу по созданию новых востребованных для региона специальностей и трудоустройства выпускников на постоянные рабочие места. На активе был также обсужден вопрос развития молодежного волонтерского движения. Это подчеркнутый главой государства важная составляющая часть работы по укреплению гражданского общества, воспитания молодежи активной жизненной позиции. В этой связи Акимобосе предложил возродить традиции наших предков Асар, Желожинау, Киусемберу и другие. Во главе угла всей этой работы улучшение благосостояния населения. Так, до 2022 года намечено все населенные пункты региона обеспечить чистой питьевой водой. В следующем году райцентры Кармакшинского, Желогарского, Сардаринского районов будут полностью газифицированы.